Вот это все картинка. Очень показательно посмотреть. Белая каска и борода творят чудеса. Я на стройплощадке третьего литера. Но эту табличку просто не видно. Что-то здесь пошло не так. И тут я показываю то, что не должен был видеть никто. Ну это просто позор. А вот еще смотрите. Как вам, нормально так считаете должно быть? А вот здесь, как ровно сделали строительство. Зашибись, дверь открыла. Потому что так дешевле. Вот здесь помещение с двумя окнами. Но издалека совсем другая картина. Ну и, конечно, как долго все это прослужит. Ох, страшно, ребята. Друзья, добрый день. Жилой комплекс Ариста это три дома в 12 этажей. Каждый строящийся по монолитной кирпичной технологии. Пока я вам рассказываю про комплекс, нажмите подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Фасады здания выглядят стильно в стиле арт-деко. Данный стиль активно применялся в советские годы. И эти дома мы называем сталинки. В Москве есть комплекс с названием город набережных. И вот такое ощущение, что фасады взяли именно оттуда. Жилой комплекс имеет форму Пентагона. Пентагон это правильный прямоугольник для большего размещения квартир на участке земли. Но при этом сохраняет достаточно комфортное расстояние. 1966 квартир и всего 830 парковочных мест в подземном паркинге. Соотношение, конечно, парковок к квартирам оставляет желать лучшего. Свой детский сад, ресторан, фитнес-клуб с бассейном. По мне, конечно, это очень круто. Вышел из дома в тапочках в калате, спустился вниз, выпил чашку кофе, искупался в бассейне и поднялся к себе на 12 этаж. Первые этажи занимают коммерческие помещения. Жилые помещения идут со 2 по 12 этаж. Со 2 по 11 этаж стандартная высота потолка в 2,7 метра. А на 12 этаже высота потолка в 3,6 метра с большими панорамными окнами. Квартиры представлены от студий до трехкомнатных квартир. Но есть одна четырехкомнатная квартира, которую, я полагаю, для себя в первом сданном литере этого комплекса построил кто-то для себя из топ-менеджеров застройщика. Есть квартиры с террасами, саунами, с окном в ванной комнате. К примеру, в однокомнатной квартире раздельный санузел, который находится друг против друга. По мне, отличное и правильное решение. А студия не в 20 метров, как мы привыкли, а как полноценная однокомнатная квартира, только без перегородки между кухней и комнатой. Комплекс граничит с юнтловским заказником и ЗСД. На ЗСД сейчас строится недалеко от комплекса заезд. Но не забывайте, что ЗСД – это платный участок дороги. Ну и, конечно, здорово, что рядом с домом лес. Ближайшая станция метро к комплексу Комендантский проспект до нее примерно 5 километров. Согласно планам Минстроя к 2025 году должна открыться новая станция Шуваловский проспект. Давайте с вами взглянем на квартирографию всего комплекса. Преобладающие большинство квартир – это студии и однокомнатные квартиры, которых чуть более 62% от общего числа квартир. 29% занимают двухкомнатные квартиры и чуть более 8% – это трехкомнатные квартиры. Так что не расстраивайтесь, когда вы не знаете своего соседа в лицо. Класс энергоэффективности всех зданий Б. Сроки сдачи комплекса второго литера – это третий квартал 2021 года, а третий литер – это четвертый квартал 2021 года. Но, друзья, не забывайте, что ключи от квартиры вы получите чуть позже. Теперь перейдем, друзья, к соцобъектам. Ближайшая школа и детский сад номер 635. Но вакантных мест там нет. Аналогичная ситуация и с другими школами и детскими садами в этом районе. Застройщиком комплекса является общество с ограниченной ответственностью «Арсенал-1» с уставным капиталом 400 миллионов рублей. Это вам не 10 тысяч, как у некоторых. 27 ноября 2020 года застройщик сдал первый литер этого комплекса, в котором мы как раз сейчас с вами находимся. И для меня, и полагаю для вас, лучший показатель – это посмотреть уже сданный объект от застройщика, и мы с вами сможем понимать, в каком стоянии будут сданы следующие литеры. Второй, соответственно, и третий. Первое впечатление о комплексе очень-очень положительно. Внешне и внутри смотрится все прекрасно. Но есть, конечно, и определенные недостатки, которые я заметил. Сейчас вам их покажу. Как только я обратил внимание на фасад, вот где стыки, видно, что сделаны они очень хорошо, а в некоторых местах видно, что уже подмазывали. И, конечно, возникают вопросы дальше, что же будет с этим фасадом через некоторое время. Красивые деревья, скамейки, урны, красивое озеленение. А вот здесь, смотрите, как сделать застройщик. Для того, чтобы детвора не вытаптывала траву, вот здесь вместо травы искусственная трава. Вот она, ненастоящая. Ну и, конечно, как долго все это прослужит, нам покажет только время. На сайте застройщика есть такая штука. Это прогулка виртуальная по комплексу. Как застройщик презентует свой комплекс, свои дворы, фасады, квартиры. И вот давайте мы сейчас с вами прогуляемся и посмотрим, соответствует ли это действительности или нет. Вот, вот так вращаешь, он тебе все показывает. Ну вот, смотрите, да, клумбы цветов здесь нет. Вот видите, они совсем маленькие, еще махенькие. Непонятно вообще, будут ли такие цветы. Ну да, вот видите, ива такая здоровая. Блин, ну елки-палки. Этого-то здесь ничего нет. Елочки. Конечно, озеленение, друзья, очень сильно отличается от того, что презентует застройщик. И я уже понимаю, что во втором и третьем литере такого озеленения точно не будет. Ну, конечно, вид на лес через вот эту арку, это, конечно, очень здорово. И мне, например, лично фасад нравится, потому что он смотрится очень красиво. Ну и вообще, я люблю сталинские дома, потому что они такие вечные. Но посмотрим, что будет с этим домом через некоторое время. Первое, что хочу обратить внимание, вот здесь, например, указано, да, вот здесь мусорные контейнеры. Вот здесь какое-то техническое... А, вот тоже, видите, под мусор. То есть сюда закатывают баки, и вы вот сюда будете выбрасывать весь свой мусор. Два бака на квартиры. Ванночки можно помыть, там, не знаю, велосипед, лапки собаки. Ну и, соответственно, здесь хранят свои средства, средства техперсоналов. А теперь давайте смотреть, где отмечен хоть какой-то подъезд. Где он? Здесь нигде ничего не написано, что там подъезд номер такой, это квартиры номер такие. Да почему это не сделано? Мне, честно говоря, непонятно. И вот если посмотреть наверх, то видно, что вот здесь наверху строитель в данном доме что-то там делает с кровлей. При этом он видно, что без страховки и без каски, что является нарушением, требованием техники безопасности. Друзья, простите, есть номера подъездов, но эту табличку просто не видно. То есть у меня вроде зрение нормально, но я ее даже сразу не заметил, пока не подошел совсем близко. Конечно, должно быть немножечко по-другому. Так, уже все закрыто. Вот с той стороны выходят. Пойдем мы на ту сторону, чтобы пройти. Слушайте. Штукатурка, а под ней утеплитель. Если сильно ударить, то будут вмятины. Исправлять будете за свой счет. Вот в новый дом кто-то привез циклопакеты. Не знаю, это привез за строчку, либо кто-то меняет. Так, это первый. Кстати, сразу обращу внимание, что большой плюс, что входные группы, то есть, во-первых, они сквозны. То есть зашел с улицы, вошел в свой закрытый двор. И они в уровень землей. Здесь большой плюс, что есть углубление, где лежит коврик, и вы всю грязь будете оставлять здесь. Есть предбаник, это тоже плюс. И заходим сюда, мы видим большой холл. За счет того, вот видите, название комплекса, очень красиво смотрится, подсветка, вот, наверное, так же, как и на сайте застройщика. И за счет зеркала вот это пространство очень сильно увеличивается. По мне, вот, очень классно сюда заходишь, и приятно. Ну, конечно, вот такие белые шкафы, где должны быть рукава для пожаротушения, могли бы сделать хотя бы в цвет плитки, покрасить. И смотрелось бы это намного-намного интереснее. Вот видите, как здесь, да, вот, закрытый, как-то по-другому смотрится. А здесь, конечно, вот этот вид такой. По мне, надо было как-то более красиво это все декорировать. Ну, конечно, все дело на любителя. Ну, вот уже тут спамеры все, все ящики закидали своей рекламой. Ящики по дереву, смотрятся неплохо. Ну, это обычные ящики, которые мы можем видеть в обычных стандартного класса домах. Но большой плюс, что здесь есть указатель квартир. Но вот за счет вот этих линий, конечно, как-то, ну, видите, немножечко цифры меркнут. По мне, не нужно было делать, просто могли бы сделать серебристую табличку без этой буковки А, части буковки А. Плитка, уголки, классно. Куда это нас заводит здесь? Ага, здесь просто тупит, да, столько места, и все пропадает. Могли бы вот здесь хотя бы, не знаю, какому-нибудь там деревцу поставить. Это у нас лифтовой холл. Лифтовой холл за дверью. Два лифта груза пассажирский и пассажирский. Этажность. И на каком этаже находится какая квартира. Также сверху есть табличка, которая показывает, что этот лифт на пятом этаже. Этот лифт, соответственно, на девятом этаже. Створки у нас еще в пленке, для того, чтобы их, соответственно, не убили. Кнопка вызова лифта всего лишь одна. Непонятно, если мне нужен грузовой лифт, то мне, например, непонятно, как его вызвать, для того, чтобы стройматериал притащить себе домой. Ну, соответственно, управляющая компания от застройщика Ариоста. Ух ты! Фигово работает. Лифт совсем небольшой, но это Otis, это GEN2. Это классный лифт, который за год позволяет экономить до 70% электроэнергии. Мы с вами, друзья, поднимаемся на 12 этаж. Он обшит весь лифт ОСБ 8-мм. Это для того, чтобы не испоганили строители, когда таскают стройматериал, обшивку лифта. Она достаточно дорогая. Вот видите, пошел. Режим генерации электроэнергии. Крутой, кстати, лифт. Мне нравится. Едет тихо, хорошо. Пока едем, давайте проверим, работает ли кнопка вызова диспетчера. Так, нажали кнопку повторно. Я слышу хорошо. Что нам кто-то будет отвечать или нет? Ну, в общем, я скажу вам так, не дай бог застрять в этом лифте. Ответа, друзья, не будет. Выходим, 12 этаж. Здесь, конечно, все намного скоромней. Белым цветом окрашена стенка. Сверху грильяда. Пульт управления лифтами. Ну, если бы, конечно, поснимали бы все полностью пленку, смотрелось бы, наверное, это намного поэстетичней. Ну, вот, например, мне лично не нравится. Нравится вот цвет стены. Он такой приятный, такой хороший. А вот эта отделка, она как-то смотрится не очень. Вот здесь видно, что отсутствует часть грильяты, что строители что-то там доделывали, видно. в системе пожаротушения. Также здесь видно, что оставленный стройматериал, пластиковые короба, стекла, коробки. Конечно, это все смотрится не очень здорово. И уже, вот видите, вот уголок отбили. Ну, не очень-то приятно. Так, вот у нас дымоудаление. Вот у нас пожарка. Зуммер мерцает. Полагаю, что работает. Выходим с вами на переходной балкон. И вот здесь мне как раз хотелось именно посмотреть... А, во-первых, смотрите, друзья. Здесь они сделали стяжку и стоит отбойник. Ограничитель, вернее, двери. Да, все работает. Кладка кирпичная. Очень смотрится красиво. Мне это очень нравится. Вот не понимаешь, что это за материал. Внутри он пустотелый. Здесь есть щели. Понимаешь, что туда будет попадать влага и что будет дальше вытекать или что будет непонятно. Значит, вот это ограждение, то, что мне тоже было интересно посмотреть, это обычный металл, окрашенный порошковой краской. Вот здесь уже видно ржавчина. Ну и, соответственно, понимаете, когда перепад идет температуры, конденсат будет всегда образовываться там внутри. Но технологических отверстий я здесь нигде не вижу. Соответственно, понимаешь, что через какое-то время вот видите, уже пошел процесс коррозии и его уже будет, друзья, не остановить. С высоты 12 этажа, конечно, вдалеке фасад смотрится очень-очень классно. Если вот не приглядываться вот к таким нюансам. Вот видно, видите, здесь они что-то пытались там домазать, доделать. Но вот он, видите, смотрится как нецеликовый. Когда ближе подходишь, начинаешь все это смотреть, понимаешь, это просто обычная бутафория. Еще непонятно, что там внутри, что там за направляющий. Такой же металл или нет, и когда это сгоняет. Трубы, вот снизу заметил, видите, трубы, они прямо как это для забора воздуха. А вот сверху видны стоят насосы противопожарные. Когда возникает пожар, они включаются и начинают высасывать дым. Двор смотрится классно. Тут ничего не могу сказать. Все здорово, так с высоты красиво. Но понятно, да, внизу там бетон, о каких деревьях здесь может идти речь. Понятно, что вот они совсем мосюсенькие. И когда в городе было жаро за 30 градусов, здесь, конечно, было очень-очень жарко. Вот видите, вот они. Видно, кстати, там еще второй человек. Вот они. Они, да, там, они там ремонтируют кровлю в новом сданном доме. 5 баллов, что я тут могу сказать. Кстати, арсенал недвижимости застройщика я, например, хорошо знаю по жилому комплексу Энфилд. Обзоры есть на канале. Появится вот здесь в правом верху ваших дисплеев ссылочка. Обязательно зайдите и посмотрите. И я считаю, что Энфилд это лучшее, что есть в районе, там, где он построен и строится. С переходного балкона мы с вами попадаем на лестничные марши. И здесь мы видим чудо. Те, кто жил в обычных советских панельных домах и в домах, которые сейчас строят современные панельные типа, бизнес-классы и комфорта, видели такие перила. Обычный черный металл и вот здесь кусок сверху пластика. Конечно, это смотрится по мне достаточно уныло. Даже с этими лестничными маршами, если бы застройщик бы сделал перила более цивильно, смотрелось совсем по-другому. Вот здесь видно из ленты уперли строители тележку для своих нужд. Вот здесь есть какой-то закуток. Вот видите, здесь базальтовый утеплитель, лестница и там, наверное, не знаю, отдыхают, что у них там. Посмотрим, что здесь с выходом на кровлю. Вот. Зашибись, дверь открыл. Так, возьму-ка ручку с собой на всякий случай, а вдруг потом не выйду. Или нет, мы вот сюда это не поставим. Так, сейчас, друзья, минутку. Это кровля. Вот смотрите, сразу обращаю внимание. Вот видите, мазали герметиком, не промазали, вода попадает сюда и где-то обязательно будут протечки. Сто процентов. Еще мне здесь для чего-то сделать технологическое отверстие, то ли для отвода воздуха, то ли забыли цемент. Скорее всего, похоже для отвода воздуха, потому что тоже вот здесь есть, чтобы выходил воздух. И вот здесь, если проглядеться, вот видите, сколько мест. То есть, вот они закрыли штапиком, но почему-то не прошли герметиком. Вот здесь герметик есть, а здесь нет. И вот это неправильно. Это у нас для отвода воды с кровли. Вот туда она течет и уходит прямо в канализацию. Это у нас вентиляция. Это у нас система механической вентиляции. То есть, вот он крутится, воздух засасывает, и он попадает, соответственно, в ваши квартиры. Свежий, хороший воздух с самой высоты 13 этаж получается. Это у нас вентиляция канализации. тут у меня вопросов нет. Да, вот эти трубы убогие, конечно, могли в проекте немножечко по-другому это все сделать, чтобы было интереснее. Но, конечно, с высоты вид, конечно, просто-просто потрясающий. Значит, давайте прогуляемся с вами по кровле и посмотрим. Кровля обычная, наплавляемая, сделаны переходы. Вот видите, здесь уже альпинисты лазают, что-то там чинят. Ох, какой шикарный, друзья, вид. У кого квартиры выходят на эту сторону, конечно, им можно обзавидоваться. И вид, конечно, на лахтоцентр. Ох ты, блин, вообще просто класс. Юнтловский заказник. Вот виднеется ЗСД. Кстати, шум от ЗСД вот здесь я не слышу, но полагаю, что в третьем корпусе будет его отчетливо слышно, потому что я там проходил и там постоянно слышен шум от проезжающих автомобилей. Вот здесь будет дорога в две полосы будут газон и посажены деревья. Друзья, пока я здесь хожу, не забываем подписываться, писать комментарии, потому что навряд ли кто-то еще вам покажет кровлю и то, что показываю я, в жилых комплексах снимая свои обзоры. Вот красиво, да, здесь вот так стоишь, они все крутятся в одну сторону, блин, ну просто красота. Вот отошел чуть дальше, видите, вот здесь уже герметиком промазано, то есть кто-то сделал хорошо, а кто-то сделал не очень хорошо. Ну-ка, здесь что у нас закрыто. Уклонка кстати хорошо сделана, был хороший дождь, и воды нигде не видно, понятно, что вот она ушла вся сюда, туда, и именно куда должна была и уйти. Вот здесь, друзья, соединение двух секций внутри, либо воздух, либо утеплитель, согласно проекта. вот эта система грома отвода. Вот он наверху стоит. Стройка, конечно, здесь просто огромная. Вот полис Приморский, полис на Комендантском, огромное количество объектов, легенда, вот эти красивые домики, очень-очень-очень они круто смотрятся. И для меня большой плюс, что смотрите, есть трава, есть широкие дороги по две полосы в каждую сторону и большое-большое количество деревьев. огромный лесной массив. Работа кипит, собирают опалубку, чтобы залить еще раз следующий вернее этаж. Кстати, отмечу, что хорошее качество бетона. Видите, он такой светло-светло-серый цвет, вот такой он везде должен быть. Большие широкие окна будут. огромное-огромное количество новостроек возводится в этом районе и, конечно, основная проблема это транспортная доступность и, соответственно, социальные объекты. Их не так много, как хотелось бы и, соответственно, места в них не хватает для наших с вами детей. Ну, конечно, когда мы снизу смотрим на эти декоративные элементы, то все смотрится здорово. Ну, вот здесь видно, да, какой внизу шов, какой наверху, то есть он в два раза больше, здесь он еще больше. То есть они не могли нормально состыковать элементы, при этом элементы держат, видите, обычные серебристого цвета саморезы, а вот здесь уже пошла трещина и видно, что вот она пошла дальше и отвалился кусочек. Конечно, это меня не может не радовать. Ну, и если посмотреть, друзья, вот отсюда, то вот видно металлические направляющие, сейчас увеличу камеру, и как сделано, как все это обшито. То есть, как думаете, будет туда попадать влага или нет? Вот напишите прямо сейчас в комментариях, влага туда попадет, либо она не попадет. И вообще, вот так нормально оставлять, или это в порядке вещей у застройщиков? Знаете, все как обычно кроется в мелочах. То есть, должно быть все сделано хорошо. Если ты делаешь гидроизоляцию, то она должна быть выполнена качественно. Если ты не умеешь делать, то, блин, просто не берись. Вот, например, вот здесь смотрю, где выступающий элемент с кровлей. Ну, вот здесь нормально все сделано. Да, вот здесь не вижу, где-то что-то пропустили. А до этого вам показывалось, что это и есть. Вода будет протекать. Кстати, шикарный вид на лахтоцентр. Сейчас вам покажу. Та-дам! Вот это красота, друзья! Очень, очень смотрится красиво. Мы с вами сейчас пройдем по всей кровли, прогуляемся, а потом уже посмотрим межквартирные коридоры, что сделал там застройщик. О, красотин-то какая! Отсюда отличное видение, жилой комплекс модом. Вот видите, все деревья повырубали и что-то потом посадят. А могли бы оставить вот такой лес, потому что здесь был вот такой, друзья, лес. Его весь повырубали. Вот здесь хорошо видно, что его зачем-то разрядили, причем так очень-очень сильно. Зачем это делать, я, честно говоря, не понимаю. Но благо, что, видите, вот камни, которые здесь были на участке, собрали в такую кучу и вот что-то такое, наверное, будет в дальнейшем интересно. Вот видно, что прокладывают теплотрассу. Сейчас это все зарыли, вот они как раз колодца, возможно, это ливневка. Народа, конечно, здесь будет тьма после сдачи всех этих объектов. О, смотрите, смотрите, друзья, смотрите, видите, она вот так стоит, господи, ну почему такие кривые у людей руки? Сейчас подойдем поближе, вам покажу. А здесь ощущение, что прилетела стая воронов и клювами била по этому металлу. Вот зачем так издеваться? Лестница пожарная прошла испытание на прочность на соответствии требованиям ГОСТ, и после этого, наверное, сразу потекла ржавчина. Понятно, что она прямо сейчас не отвалится, но все равно не есть это здорово, когда приобретаешь квартиру. Кстати, вот видите, вот здесь тоже, видно, для вентиляции оставляет. И вот если посмотреть, да, вот здесь вот то же самое, снизу впритык, а здесь щель где-то, наверное, миллиметров 7-8, и вот здесь такая же ситуация и здесь, а здесь еще больше. И вот он, элемент декоративный. Смотрите, как ровно сделали строитель. Снизу-то этого не видно, а сверху все это видно. Вот при этом он просто прикреплен на четырех либо саморезы, либо, соответственно, анкеры. Вот видите, раз, два, три, четыре. Вот на этом куске он и держится. Ну, про гидроизоляцию здесь, естественно, никто не говорит, потому что сверху это просто не сделано, и влага будет попадать туда, течь вот туда ниже, и вот там видна тоже щель. Красавцы, пять баллов, что еще сказать. А вот они, красавцы, делают. Кровлю, да, в данном-то доме. Вот, друзья, оцените масштаб, какая колоссальная стройка идет в этом районе, и какое количество людей будут в дальнейшем здесь жить. Вот, смотрите, вот так выглядит этот декоративный элемент. Знаете, такое ощущение, что это... Знаете, как бамперы для автомобилей делают? Вот такой же вылета, типа пропитанный стеклохолст, и сверху такое декоративное покрытие для красоты. Ну, такое тяжеленькое, кстати. Если упадет, то мало не покажется. Ну, а здесь, конечно, хорошо видны декоративные элементы. Вот сейчас я увеличу. Вот, видите, просто на обычные белые два самореза закреплен этот элемент. И вот, смотрите, как вам, нормально так считаете должно быть? А вот здесь это же кровля. Пострадают все этажи, не только, друзья, последние. Ну, а вот это наше любимое. Смотрите, классно, да? Вода сюда точно не будет попадать. Вообще никак. Да. Все дело в деталях. А вот еще, смотрите, ровно было, да, не повесить. Если с глазом плохо, то, может быть, нужно было уровень приобрести для строителей. Конечно, вот, кстати, обратите внимание, здесь видите, как сделали? Сделали прорезь, и вот идет система громотвода. Тут саморезов крутили побольше. Где-то вот видно, что, смотрите, саморезы не докрутили. Блин, ну, это просто позор, друзья, это позор застройщику. Надеюсь, я вас не сильно огорчил именно тех, кто приобрел уже квартиры, особенно на последнем этаже. И тут я показываю то, что не должен был видеть никто. тоже смелые ребята. Касок нет, и страховки тоже нет. Она вообще должна быть. я бы туда так не вышел бы. Стремненько. Ну, отсюда, кстати, тоже вот видны, видите, вот элементы, если вот, не знаю, как будет на камеру видно, но видно, что тоже сделано так себе. Вот где-то видно, видите, вот здесь пену зачем-то пропенили. То ли, чтобы держалась, чтобы влага не попадала. Ну, пена пропускает очень хорошо влагу. Вот здесь видно, видите, тоже как элементы сделаны. Снизу этого не видно, а сверху-то никто и не залезет. Вы же сюда никогда, друзья, не поднимитесь. вот, конечно, когда вот такие делают элементы, должно быть все сделано, я считаю, качественно. А здесь я этого качества, к сожалению, не вижу. Видите, как полезно иногда выйти на кровлю, пройтись и посмотреть. Ох ты! Друзья, здесь тайник. Здесь точно что-то спрятано. Ну-ка, давайте вытащим, посмотрим. Офигеть! Вот тут утеплитель. Вот что они здесь пытались сделать, честно говоря, непонятно, почему это все вот так. Да. Классно. Классно строят. Тот, кто строит, тот чего-нибудь достроит. И не важно, что пока наш домик из песка. Помните, да, детскую сказочку? Вот эти элементы в центре кадра мне такое ощущение, что делал один суперпрофессионал, а второй, соответственно, принимал. Они все сделаны ровно, хорошо. Нравится мне, как выглядят эти крепления. И все, знаете, это вот такое, знаете, чувство, что на века сделано, качественно, это никогда не отвалится. Падет сильный ветер, и это никогда даже не сдувает, и не упадет наглый кусок декоративной обшивки с этого фасада здания. Ну, а здесь тоже, видите, при приближении видно, что вот ушел герметик, а здесь почему-то его нет. Видите, железо такое пошло волной, и влага туда, но она не может не попадать. Сразу, конечно, понятно, что у вас не потечет с потолка, но ничего хорошего в том, что будет образовываться плесень в новом доме, который недавно сдали, конечно же, нет. Ух ты, ух ты, смотрите, что я вижу. Стена из кирпича, козырек для отвода воды, закреплено на анкеры, там резиновая шайбочка, вот это сделали, молодцы. И вот видите, вот эту кривую щель, наверное, как ее правильно назвать, где герметик, для кого это сделано, при любом косом дожде, там все зальет водой, и вся вода пойдет вот в этот декоративный криво установленный элемент. вот она марка, заводской номер вентилятора для дымоудаления, здоровенный вентилятор, и я нахожусь, друзья, на самой высокой точке этого жилого комплекса. Вот видите, как просто на обычные саморезы просто это все прикрутили. Криво, косо, лишь бы было. Вот такая высота, прилично тут, если вниз упадешь. О, классно, как сделали. кабель электрический. Как думаете, попадает сюда влага или нет? Варили, а покрасить забыли. Конечно, хочу сказать, что агентство недвижимости, риэлторы, брокеры, эксперты, все те, кто вам продавал квартиры, они не могли знать, что застройщик так сделает не очень аккуратно, мягко скажем. Поэтому, конечно, вины здесь нет. Они знают просто о объекте, а как его построят, мы узнаем только, когда сдадут дом. И вот это, друзья, очень показательно посмотреть, как застройщик сдал своего первенца. Ждем еще два таких же супер дома. Надеюсь, не хуже будет. наш двенадцатый этаж, и за этой доверью нас ждет межквартирный коридор. Но вот здесь, конечно, друзья, находясь здесь, я не могу сказать, что это какой-то комфорт-класс. Здесь с виду обычное, стандартное желе. Вот здесь, кстати, находится кладовка, дверь от застройщика. Дверь от застройщика смотрится достаточно хорошо. Непонятно, почему нет нумерации квартиры. Почему-то я не вижу звонков. Вот по мне это очень странно. Но мы спустимся на пару этажей вниз и посмотрим, может быть, там другая картина. Вот, кстати, керамический блок, который применяет застройщик. И, друзья, если вы загуглите, вот этот керамический блок должен садиться на клей. Здесь же застройщик сажает его не на клей, а на цемент. А почему? Потому что так дешевле. Но также хочу обратить ваше внимание, большой плюс, конечно, то, что это двухтарифные счетчики. Но в другой момент это вот нумерация квартир. Видите, три квартиры. Почему-то вот приклеена обычная бумажка формата А4, криво вырезанная. Вот это тоже напечатано на цветном принтере. Почему нельзя было приклеить нормальную наклейку, название счета нормальные. Есть же нормальные таблички, но они стоят денег, и это, соответственно, дешевле. Вот это можно было наклеить туда, вовнутрь, и не смотрелось бы это так убого, как смотрится это сейчас. Кстати, у меня уже на лбу пошла испарина. Здесь реально очень душно. Очень душно. При этом на улице уже очень прохладно. То есть здесь просто нет вентиляции. Поднимаем наверх, видим красивая табличка. 12-й этаж, нумерация квартир. Ну вот, блин, ну вот это, не знаю, по мне этот декоративный элемент вообще не нужен. Зачем было так высоко систему отопления стоять? Надо было вот сюда радиатор ставить. Вот у нас приехал грузопассажирский лифт. Большой, кстати, плюс, что широкие створки. Едем на 10-й этаж. Закрылся. Лифт такой же у нас, отис. На полу металлические листы для того, чтобы не убили этот лифт. 10-й этаж. Кстати, давайте здесь проверим. Ух ты, а здесь не сработала система. Нажал повторную кнопку. Вызов принят, ждите ответа, посмотрим. Смотрите, руку сулил, она все, закрывает. То есть лифт не настроили до конца. Ну, ни гудков, ничего нет. Я понимаю, что здесь ситуация аналогичная. Никто, к сожалению, не приедет. Вот видите, как не очень подобрано сочетание декоративной отделки входной группы лифта и, соответственно, стенки. Ну, и здесь, конечно, сделали так немножечко неаккуратно. нужно по мне это делать намного аккуратнее. Или как здесь, да, вот видите. О, наконец-то, здравствуйте. Жилой комплекс Ориоста, проверка связи. Проверка связи. Спасибо, что ответили. Очень, очень долго, правда, и со второй попытки. Давайте зайдем здесь, 10 этаж, посмотрим, что у нас здесь с межквартирным коридором. Аналогичная ситуация. Не вижу ни звонков, не вижу ни нумерации квартир. Вот тут замочек повесили, не закрыли. Ну, все, видите, аналогично. Ну, вот по красоте застройщик сделал. Зацените в комментариях. Вот видите, люди себе просверлили отверстие и вывели кабель для звонка. Сегодня у меня есть вот такой помощник. Это киянка. Резиновое основание и будем проверять и слушать. вот это бетон, а это не бетон. Ну, соответственно, сразу вопрос, да, друзья, вы должны понимать, что если у вас стена из монолитного бетона в 20 см, которая выходит на личную площадку, это, во-первых, и безопасно, и отличная звукоизоляция. Если это сделано из другого материала, здесь сразу возникает вопрос, какой толщины применен материал. Если они сделали здесь стандартные какие-то блоки в 20 см, как это часто бывает, то о хорошей звукоизоляции речи быть и не может. Едем минус первый этаж, давайте посмотрим, есть ли вода в паркинге. Лифт показывает нулевой этаж. Управляющая компания. Так, вот у нас закрыто. И мы, к сожалению, можем посмотреть только так. Но вот на первый взгляд здесь все в бетоне, стоят датчики, я нигде не вижу следов влаги. Еще, кстати, момент, лифт не очень удобный, потому что, вот видите, вот створка открывается, и он получается такой, знаете, плашмя здесь стоит. То есть, вот он, вот он выход. И, соответственно, если вы крупногабаритный товар, мебель начинаете туда затаскивать, вот видите, не срабатывать, вот это капец. Туда затаскивать, то неудобно. Вот если бы он был туда в длину, в глубшую, вот это было бы намного удобнее и практичнее для обычного и строителя, и жильца этого дома. 2,73. Ну, соответственно, в квартирах должно быть аналогично. Вот он, видите, раз, и вот такая щель. Ну, конечно, это смотрится не очень, особенно, когда будет свет падать сверху, когда это будет темно уже, то будет, ну, смотреться так себе. И вот такой, к примеру, элемент. Вот, видите, да, вот уже пошла трещина. Ничего хорошего в этом нет. Я когда ходил по кровле, то видел, что здесь работают альпинисты. Вот они, друзья. Что делают альпинисты? Альпинисты тут что-то моют. Да, здесь они просто протирают, моют окна. Вот у меня сразу вопрос, как так можно создавать дом, если потом люди тут что-то переделывают и доделывают. Между домами мы видим вот такое сооружение. Это как раз у нас здесь есть место под сбор отходов и въезд, соответственно, в паркинг. Соседнего дома, кстати, фасад тоже смотрится красиво. Главное, не приближаться и не рассматривать его друзья вблизи. Даже вот здесь, видите, как декоративные элементы не могли ровно состыковать и везде разное расстояние между элементами. Необычное, конечно решение это вот такая просто огромная песочница. Я понимаю, что тех персонал управляющей компании нужно будет постоянно этот песок заметать. Но песочница, конечно, крутая. Здесь понравится всем детям. Вот я вижу, уже и собачкам понравилось здесь. Слушайте, да, прикольно сидеть, отдыхать. Террасная доска, искусственная трава. Давайте-ка на самый верх подойдем. Только вопрос, как долго это все проживет. Потому что вот здесь, видите, тоже герметиком почему-то забыли пройти. Из-за этого, возможно, в дальнейшем будет отслоение штукатурного слоя от монолитной стены. Вот, видите, соединение двух декоративных элементов. Сделано все криво, косо, выше видно, что уже подмазали. И так по всему фасаду этого дома. Основной минус, конечно, внутри двора, это вот эти металлические двери для мусорных камер. Вот видите, они недорогие и смотрятся, конечно, не очень. Нужно было ставить вот такие, как с выходом в подъезды и на лестничные марши. Заезд комплекса пока вот по такой узкой дороге, парковочных мест очень мало, паркинг подъемный практически не покупают. Естественно, машины уже выстраиваются еще днем в ряды на дороге и, соответственно, вокруг комплекса. Времени 13 часов 9 минут, и вы только обратите свое внимание, какое огромное количество машин уже припарковано здесь. Это люди только начали заезжать, делать ремонты и заселяться. А вот здесь делают, смотрите, какой классный вход, наверное, будет красота. Заезд, конечно, к дому оставляет желать лучшего. Понятно, что пока здесь рядом все не достроят, то это будет вот так. Конечно, хотелось бы, чтобы была нормальная дорога, но придется, я понимаю, потерпеть годик, а может быть другой. Везде, где идет какой-то строительный процесс, должен быть паспорт объекта. И этот паспорт не исключение. Смотрим. Производство земляных работ до 8-10-22 года. Ну, да, друзья, сколько это все будет продолжаться. Спортивная площадка с искусственной травой, шведский производитель, и вот здесь все круто. Шикарные лазилки из дерева для детей и теннисный стол, это, конечно, супер. Когда придете сюда, никогда не поднимайте голову вверх. белая каска и борода творят чудеса. на стройплощадке третьего литера. Кстати, обращаю внимание, что здесь базальтовый утеплитель застройщик применяет финская компания Парок. Он считается самым качественным и самым лучшим, что представлено на нашем российском рынке. Вот видите, монолитная балка, и к ней крепится, приваривается на металлические пластины лестничные марши завода. Ну, перила, конечно, как и в первом литере с панельных домов. А если посмотреть вот сюда на шов между дверью на переходной балкон и монолитной стеной, то непонятно, что из них криво установлено. Либо дверь, либо так вылили бетон. И вот этот расширительный шов должен быть на порядок друзья меньше. И выше этажом логично. Кстати, вот здесь хоть идет и стройка, но дышать, дышать здесь реально свободно. Не так, как я был в ЖК Черная речка, где просто дышишь какой-то пыль с песком. Если верите указателю, то это 12-й этаж. Ох, страшно, ребята. Очень страшно. Лифтовой холл. Вот, видите, обшивка уже совсем другая. Вот так. Не смотрится дорого-богато. Потолки должны быть 3,5 метра. Открытая квартира. Кстати, нормальная входная дверь. Не, не очень нормальная. Что-то как-то она такая грустненькая. Блок. Это блок, друзья. Вот, видите, он внутри пустотелый. Вот так застройщик заводит электрику. на полу у нас стяжка. Да, ощущение, конечно, сразу есть, что вот это, кстати, кухня, потому что, видите, розетки, внизу силовая, вот кабель. Ну, давайте смотреть комфорт-класс. Обычная труба, которую ставят во всех домах, и в обычных тоже, шумоизоляция. Кстати, держится крепко, молодцы. Стандартная запорная арматура, энкабель. Так, надо положить это. Видите, арбуз ели строители, красавцы. Сейчас вам буду показывать все нюансы в этой квартире. Вентиляция здесь обычная. Я полагал, что механическая нет. Здесь обычная вентиляция. Вот здесь мы видим на самом верху противопожарное кольцо. Вот оно, друзья. это очень здорово. Не дай бог пожар. Там внутри гранулы, которые увеличиваются в объеме более чем 10 раз. И за счет вот этого расширения они препятствуют попаданию огня и дыма наверх и, соответственно, вниз. Сразу вопрос с окнами. Вот видите, они установлены на пластины. Расширительный шов достаточно большой. Здесь пароизоляционная мастика. И вот к ней всегда возникает масса вопросов, потому что она может через некоторое время просто отходить. Вот он, керамический блок. Это классный хороший материал. Он очень хорошо держит тепло и прохладу. То есть летом у вас прохладно, зимой у вас тепло. Ну, конечно, штукатурный слой от застройщика составляет чуть более двух сантиметров. При этом я не вижу, что какой-то сильный большой перекос. Здесь могли сделать машину способы нанесли, могли бы сделать и дольше слой и, соответственно, сэкономить огромное количество денег. Алюминиевые окна, двухкамерные. не вижу, где капельник отвод конденсата. Вот здесь он есть. Вот здесь что-то снизу не вижу. А, вот он есть. На самом деле вот такие отверстия не забиваются, поэтому должны быть вот такие длинные отверстия. Вот это не совсем правильно сделано. Хотя я могу ошибаться. Здесь видно положили утеплитель. вот это здорово. Это уже неплохо, чтобы каска не упала. Конечно, вид отсюда открывается просто на грандиозную, друзья, стройку. Обратите внимание, какое большое количество домов. Ну, а штукатуре, ну, ничего так, но подравнивать все равно придется. О, вот здесь у нас интересно. Вот он как раз утеплитель. Сразу скажу, что лоджия совсем маленькая, просто мосюсенькая. Как раз за счет того, что здесь есть утеплитель. При этом обратите внимание, что вот тут виден... Сейчас, чтобы камера показала. О, вот видите свет, вот он, вот он мелькает. А тут видно соседнюю квартиру. Так, конечно, не должно быть, потому что говорить о хорошей звукоизоляции здесь не приходится. Вот здесь уже остекление обычное, не теплое, то есть здесь будет зимой холодно, друзья. радиаторы PURMA. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, PURMA, это, кстати, классные радиаторы, хорошая фирма. Санузел, вентканал, что мне не нравится. Видите, он сборный завода. Он очень классно передает звук. То есть вот здесь будете слышать всех своих соседей. Это, конечно, не плюс. Стенка, кстати, держится очень прочно. Нет звонкого звука, как это бывает обычно. Вот она ванная комната стандартная в 3-2 квадратных метра. Она просто маленькая. Я не понимаю, для чего такие делают ванные комнаты. Ну, по мне, не стоит. Еще одна комната. Конечно, вот видите, комната совсем небольшая. Здесь, в принципе, хватит места для того, чтобы поставить кровать в шкаф. Но за счет высоты она еще кажется меньше. Потому что здесь высокие потолки 3-6 соответственно метра. Рама, кстати, закрепленная на специальных креплениях. Это большой пульс. Бывает очень часто через них. Нанкера крепят, и это не здорово. Что-то здесь. Смотрите, тут уже стеклопакет побили, а здесь фурнитура работает. Неправильно должна быть. Вот здесь, кстати, тоже вопрос. Вот видите, вот здесь расстояние наверное около 80 сантиметров. Для того, чтобы сюда поставить нормальную дверь, то у двери есть наличник. Вот он здесь крепится к стенке, а здесь ему крепиться соответственно не к чему. То есть сюда дверь ставится 60 сантиметров. Нужно было вот так делать стенку, а сюда соответственно немножко нарастить. И это придется делать, друзья, новому вот они трубы системы пожаротушения. Везде есть стяжка. Это у нас труба отвода воды с кровли. Не понимаю, почему здесь такое сделано заглубление в стяжке. Вот они видите, как провода. Да, вот получается вот он блок. Но, кстати, отмечу, что застройщик его хорошо сложил. То есть он очень-очень крепко держится. и даже возможно и ничего не услышите. Если не будет каких-то ударных звуков. Вот здесь ванна тоже выполнена. Мастичная гидроизоляция. Уровень стяжки должен быть чуть ниже. В принципе, это не страшно. Монолит соседям это хорошо. Вот это технологические отверстия, которые держат опалубку. Если вы вот так получите квартиру, а не не штукатурить эту стену, то, соответственно, я бы рекомендовал вот этот строителям отбить и нормально заделать монтажное отверстие, чтобы была хорошая звукоизоляция. Ну, тут с трубами все аналогично. Винканал сборной завода. Видите, на закладных цементом промазали, как в панельных и блочных домах. Все то же самое. здесь у нас большое окно, практически панорамное, и можно выйти вот на эту площадку. Но я, конечно, сюда не буду выходить, потому что страшно. Базальтовый утеплитель, потом идет сетка, идет первый слой, потом идет декоративный слой, это все красит. Вот тут наверху, если посмотреть, видно для чего-то монтажная пена, угол они запилили, или изделий был... Господи, верните камера сделанная криво, и, конечно, все это смотрится более отратительно, друзья, смотрится это отратительно. Надо делать все ровно, здесь все как-то криво, стенка хорошо, хоть крепко держится. Вот здесь помещение с двумя окнами, вот это, конечно, очень-очень здорово, здесь много света, это даже сейчас чувствуется. Такое, конечно, по мне достаточно спорное решение, главное, чтобы влага не попадало в утеплитель, потому что если два влага будет попадать в утеплитель, то будет трындец. И вот, соседний дом, ну тут минимальное расстояние, просто минимальное. Тут будете смотреть окна в окна, вот он соседний дом, видите, земля дорогая, каждый строит так, чтобы как можно больше было здесь жилых помещений, то есть квартир. Вот видите, дом на доме, все в домах, все застроили, трындец. Ох, ветерок гуляет. Видите, да, квартиры, вот однокомнатные все квартиры. Вот здесь получается выход, потому что видите, это не окно, это все-таки дверь. это терраса, как они называют, но по мне очень маленькая. Здесь тоже если посмотреть, ох, это как высоко. Вот видите, как все криво. Возможно, заводы они уже такие приходят, где им там делают, в каком подвале или гараже. Надо было декоративные элементы нормальные покупать. Вот здесь у нас выход на стекленную лоджию. посмотрим. Слушайте, вот здесь то же самое, что-то как это фигня. Настроили очень плохо фурнитуру, либо установили так. Вот здесь жарко, окрасили. Здесь видите, молодцы, расширительный профиль идет. Обычное стекление холодное и уже знакомое нам ограждение из обычной трубы, без технологических отверстий под отводу влаги, потому что она не может не собираться внутри. Вибрации нет, держится крепко. Вот новый дом этого Пентагона. Потом отмоет фасад и будет красиво. Главное не смотреть на декоративные элементы. Даже отсюда видно, что все сделано достаточно криво. конечно ребята страшно очень. Ой, 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 здравствуйте. Вот такой же лежак, как и в первом корпусе и выход у нас друзья на кровлю. Давайте взглянем краем совсем глаза, что творится здесь на кровле. Ага, вот она вентиляция. Вот они все с завода. Ох, как красиво. Вертолет летит, интересно, кто ж там. Не знаю, будет дождь, не будет. Такое ощущение, что будет, а что-то все не идет и не идет. Ой, покачивает меня. Вот видите, вот они декоративные элементы. Пена пропускает влагу. Для чего она здесь, я честно не понимаю. Как-то все тут раздолбанно. Смотрится, конечно, все это так себе. Очень и очень так себе. Ну-ка, ну-ка, что за гидроизоляция? И копал. Слушайте, блин, застройщик-то применяет хорошие материалы. Не дешевые, то есть не экономит. Слушайте, молодец. неожиданно даже. То есть вот здесь не сэкономил, а на декоративных элементах сэкономил. Как, почему так? Вот эти элементы. И они монтируются достаточно криво и косо. то есть я понимаю, знаете, почему? Потому что они сами по себе эти элементы кривые, косые все. То есть видно, хотели дешевле, вот им так и сделали. Вот видите, вот тут щели, тут щели. Блин, вблизи все смотрится убого. Ёлки-палки, что ж такое? Только один вид стоит того, чтобы подняться вот на эту высоту. это у нас получается самый последний тринадцатый этаж. А вы только посмотрите, как красиво. И вот он засаде. Вид, конечно, потрясающий, но, блин, я страшно снимаю, чтобы вниз только не смотреть, чтобы туда не грохнуться. Конечно, боюсь я высоты, друзья, боюсь. Но иду, чтобы вам все показать. Но здесь тоже уже видно, что утеплитель выгорел, его ни в коем случае нельзя мочить. И это все не прикрыто стоит. А вчера пролил очень хороший дождь. А утеплитель набирает влагу, разрушается, теряет свои свойства. Вот безалаберное отношение к чужому. Видите, кстати, вот как элементы получается. Вот специальная какая-то конструкция, и уже на нее как раз вставляется как паз декоративные элементы и крепят их на саморезы, как мы это уже видели в первом литере. И все это выглядит, конечно, не очень. Вот эти места, видите, у нас на заклепках к профилю металлическому прикреплена ЦСП, цементно-стружечная плита. вот это, керамзит. Это самый лучший и недорогой, ну не самый лучший, но один из самых недорогих и хороших утеплителей. Вот, вот здесь уже не так страшно. Видите, как только вот стеночку построили, уже все, совсем другой вид. Так, здесь мы видим плитку. у нас, видите, вот как там, помните, такой короб был, вот он зашивает его. Вот здесь гипсокартон и система топления с радиаторами. Здесь все хорошо. Это у нас восьмой этаж. Сейчас зайдем, посмотрим, восьмой этаж. первая квартира двухкомнатная, все беленькое, красивое. Вот это белая отделка, о которой говорит застройщик. Ну, если они, конечно, вот это не шлифуют, то это трындец. Смотрите, как все видно, как все это играет на свету. Если так это останется, то это жесть. Ну, вот здесь мы видим, что приклеили пластик, а нет гипсокартон, на котором пластик. для откосов. И вот он уже дал трещину, все это отошло. Подоконник. Здесь будет смонтирован радиатор. Подводка снизу идет. Здесь, видите, тоже он отошел. Но потом замажут, вы этого не увидите. Потом через какое-то время даст трещину. Здесь у нас зашиты будут горячая, холодная вода, канализационная труба. Все, в принципе, стандартно. Туалет мы уже его видели. Небольшая совсем ванна. Вот, смотрите сами. То есть, ну, она вообще маленькая. 3,2, там у них 3,5, 3,7 квадратных метров. Харучки нету. Блин, не выйти. Лоджи мы уже видели. Она тоже очень-очень маленькая, к сожалению. И еще одна комната, где нет куска стены для того, чтобы нормально было поставить дверь. Вот здесь, если обратить внимание, мы тоже видим, что отходит от коса. Это значит, что нарушена технология. Если было бы хорошо, такого бы не было. И сверху аналогичные ситуации. Ну и, кстати, тоже, вот видите, обращаю внимание, что получается стяжка сделана в уровне с основным полом. То есть, хорошей звукоизоляции, я понимаю, там нет и не будет. Поэтому мне застройщик не ответил на мой запрос, как он применяет звукоизоляцию для межэтажных перекрытий. Еще одна квартира. Вот она, друзья, ванная комната с окном. Вот он, керамический блок. Зачем-то вылепили противопожарную пену мастикой и заделанную. Видите, вот тут щель осталась. Так не должно быть. Это уже косяк, нарушение. Вот здесь тоже есть отверстие. Это не очень хорошо. Ну-ка, можно... Ох, здесь открыто. Можно выйти на лоджию. Ну, вот видите, она достаточно узкая, друзья. Здесь где-то ширина около метра. Это, конечно, мало. Но зато красиво смотрится кирпичная стенка. И вот я не понимаю, для чего это похоже продухи делали. Для того, чтобы воздух проходил, между монолитной стеной, утеплителем и фасадной стеной. Похоже, так положено по технологии проекта, который здесь применяет застройщик. Значит, вот у меня здесь сразу вопрос. Если я захочу поставить кондиционер, где мне его поставить? То есть, я вот здесь не вижу мест под установку кондиционера. Я здесь нигде не вижу канализацию под каплят. Вот. Ее просто здесь нет. Поэтому, соответственно, блоки ставить, не нарушать фасад, это где-то нужно вот здесь на вашей стенке. И здесь возникает вопрос. Нужно тогда соответственно держать постоянно окна открытыми, потому что должен быть приток воздуха для кондиционера. И куда будет уходить конденсат? В баночку, что ли, по старинке? Ну, как-то, знаете, не очень-то продуманно. Вот у нас получается ванная с окном. Это у нас, как я понимаю, жилая комната. А вот это у нас кухня. Сразу скажу, что кухня темная, потому что здесь есть только большое окно. Благо, что вот здесь не сэндвич-панель, а тоже стекло. Что у нас за профиль? ДКВ какой-то. Я даже не знаю, что это. Кто знает, хороший профиль или не очень. И вот здесь мы увидим такую же историю. Откосы просто отходят. Потом застройщик что сделает, друзья? Просто это замажет, вы этого не увидите, примите квартиру, через какое-то время это будет все то же самое. По-нормальному это нужно переделать. Не только отваливаются откосы, а еще и слышно всех соседей, которые проходят по коридору. Но вот то, что там внизу, конечно, хотелось бы очень посмотреть, что же здесь все-таки есть ли какая-то шумоизоляция. Но почему-то у меня ощущение, что ее нет. Если кто-то знает, говорил или обещал застройщик какую-то шумоизоляцию, напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы вы знали все остальные, будет она вообще здесь или нет. работа кипит, большое количество строителей. А вот здесь как раз впереди мы с вами можем увидеть декоративные элементы, которые применяет здесь застройщик. пенопласт. Тоже пенопласт. Хотите еще таких же объективных обзоров? Подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставьте, друзья, свой комментарий, чтобы я знал, что вам это полезно и интересно. Однокомнатная квартира от застройщика стоит от 9 миллионов рублей. У меня по договору переуступки можно однокомнатную квартиру приобрести от 7 миллионов 600 тысяч рублей. По мне так солидная разница. Машина-место в паркинге обойдется от 1,5 миллиона рублей за машинное место, а кладовое помещение от 100 тысяч рублей за квадратный метр. Нужна помощь приобретению или продаже недвижимости? Звоните. Рядом с комплексом Аквелон возводит жилой комплекс Форс, где однокомнатная квартира стоит от 5 миллионов 855 тысяч рублей. В жилом комплексе Нью Тайм от Ростроин Веста однокомнатная квартира стоит и того дешевле от 5 миллионов 700 тысяч рублей. Но квартиры всегда можно найти дешевле по договорам переуступки и от инвесторов. Это все маркетинг. Вы смотрите на красивую картинку, а в итоге получается то, что получается. Конечно, комплекс достаточно перспективный, но я это вижу через может быть 5 лет, когда здесь все застроят и облагородят. Сейчас получается просто вот смотрите живешь на стройке, ходят строители, ездит техника, валяется строительный мусор, ну и конечно это назвать комфорт-классом, пока это не поворачивается друзья язык. Через какое-то время да, но сейчас нет. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на этот ролик и оставьте свой комментарий. а я как обычно с вами не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok